Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у меня в гостях опять Аскфатима. И мы сегодня для вас снимаем мукбанг. Здесь значит 30 штук. Это грузинские хэньгали. Они очень вкусные, я их просто обожаю. Айкина мама просто волшебница. Я попросила маму специально приготовить маленькие, чтобы для видео было более зрелищно. Вот посмотрите, какого размера она приготовила. Вот разве это маленькие? Айка. Здесь пол лица моего закрывает. Панюхай, ты знаешь, чем это пахнет? Ты чувствуешь запах? Мясо. Нет, это пахнет победой Аскфатимы. Давай на 20 смонат. Давай. Я уже натренирована, одно поражение уже было Аскфатиме, но в этот раз выиграю я. Я по жизни натренирована. Ты не знаешь, с кем связалась, детка. Да ладно. Вспомни суши. Но суши я не любила. А я люблю все. Я хэньгали еще больше, чем суши люблю. Я думаю, что болеющих за меня на моем канале значительно больше. Какая разница, кто за кого болеет? Я тебя умоляю. Главное, кто победит. Моральная поддержка. Болеют они, не болеют. Все держим. Мы приготовили воду и компот. Компотик. Прям как я люблю ягодный. Затем здесь, значит, мама приготовила нам вот такой вот салатик. Здесь просто огурчики и помидоры. Давай начнем уже, мне не терпится. Ну подожди. Еще вот такой вот соус. Он очень вкусный. Да. Ну что, начинаем? Можно посыпать соль сюда немножко? Конечно. Да, давай. На все посыпать тогда? Как хочешь. Как вот душа твоя хочет, так и делай. Я люблю очень соленое. Я уже знаю, что ты тоже любишь соленое. Ну не настолько, да. Прям посыпала, как снегом. Больше не сыплю. Я ем руками. Алькохинкали и едят руками. Окей. Мы будем, как вы, наверное, знаете, эту штучку не едят, потому что там тесто бывает непропеченное. Поэтому мы по этим штучкам будем считать, сколько мы съели. Я думала, что мне кто-то написал, а концерт телефона Спатимы. Кому я нужна? Джен, ты нужна мне. Так, начинаем. Я макаю сюда. Я пробую. Хочу ощутить истинный вкус. Прекрасно. Почему они называются грузинскими? Потому что они грузинские. Почему долма называется азербайджанской? Очень вкусное мясо. Лучше, чем в ресторане. Я съем их, как семечки. Один все. Один-один. Теперь давай с соусиком. Мне кажется, соусом вкуснее. Да, очень вкусно. Господи, как бы посыпать. Мама сама готовила соус, да? Угу. Шикарно. Прямо как в ресторане. Айкина мама вообще шикарно готовит. Я обожаю все, что она готовит. Она любит все. Я люблю многое. Если честно, если кроме шуток, я люблю, конечно, не все. Но люблю многое. Грузинские гангали и такую вот аджику я очень люблю. Такую вот. Ну, Айка уже показала. У меня вторая. А ты еще не доела вторую? Ой, извините. Она еще не доела. Она не успевает. Ну, не на скорость. Дорогая. Какая разница, я все равно съем больше. Когда ешь, медленно ты не наедаешься. У тебя еще там кусочек мяса, не джигаль. Чекарится-то по-азербайджански, да? Тут мы сейчас азербайджанский так хорошо знаем. Или русский. Это же не нельзя сочетать. А, ну да, да, это по-азербайджански. Вот так вот нужно брать. Немножко трудно, кстати, их брать. Потому что они большие. Она найдет тысячи отговорок. Они большие. Их неудобно брать. Просто сразу скажи, что ты проиграла. И все. Я сразу заберу свои деньги и уйду домой. Нет. Нет, ну ладно. Я просто имею в виду, что... Да, да. Мама приготовила их слишком большими. Согласитесь? Да, 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 да. Я маме сказала, чтобы на видео было зрелищнее. Зрелищнее. Сделай их маленькими и сделай их много. Вот, смотрите, какой размер. Пол лица моего. Нормальные. Да, они плоские. Третья. Ты сколько съела? У меня третья. А я ем четвертую крошки май. Как вы думаете, кто победит? Обжора Фатя или тощая Аль Кремль? Ну, я тоже стройная, конечно, но я зато могу есть больше, чем она. А если мы обе съедимся, будет дружба. С этим соусом очень хорошо идет. Согласна. Шикарно. Потом скажите мне рецепт этого соуса, я тоже приготовила. Я хотела с майонезом, потому что я все ем с майонезом, но мама сказала, что с ума сошла. От майонеза толстеет на сам день. А от этого не толстеют, а? Ну. Когда ты ешь 30 грузинских лингалий. Ну, от майонеза еще дополнительные калории. Я тоже готовлю соус из помидоров у себя дома, но я готовлю сальсу. Ой, немножко горит вот этот соус. Твоя мама сама сказала, что хотите, я добавлю перчиком. Я люблю все острое. Я сказала, давай добавляй, как раз Алька не любит острое. Она добавила потом? Не знаю. Я сочу. Четвертую штуку я доела. Я тоже почти. Ты чувствуешь запах моей победы? Пока нет. Я чувствую. Я чувствую запах моей победы. Ты проиграешь, крошка, ты проиграешь, проиграешь. Танец победитель. Это танец победительницы. Ты проиграешь, крошка, проиграешь, проиграешь, проиграешь. Ты понимаешь, что этими словами ты морально давишь на меня? Тебе можно присвоить техническое поражение. Она не сможет. Мне смешно. Что-то компот. Знаете, почему мне смешно? Я представляю ее лицо, когда она проиграет мне свои денежки. Ты представляй, потому что такого не будет. Сейчас через 2 минуты она скажет, что наелась, как всегда. Как всегда. Ты меня лохушкой выставила? При чем здесь лохушка? Ну, просто всегда, когда мы тестируем еду. Всегда, когда мы тестируем еду из Макдональдса, она откусит пару раз бургер и скажет, ой, я наелась. Сейчас я тебе назло. Давай. Поднажму. Попробуй. Пока что мы наравне, так что хватит тут понтоваться. Пятая. Мы не на скорость. Пятая. Да и у тебя пятая. Что ты тут это? Ты скоро наедешься, а я доеду до конца. Точно хотя бы первая снялась? В общем, я злая, как собака, просто потому, что, оказывается, камера не снимала, а мы тут старались, ели. Сейчас, наверное, все нас обвинят в том, что мы жульничаем. Но у нас есть доказательства того, что мы съели пять штук. Просто камера не засняла. Здесь даже моя помада есть, если посмотреть внимательно. Вот штук. Пять где-то. Пять штук каждая из нас съела. Жалко, что так получилось, но что поделать. Они еще в соусе и в помаде. Вот красный соус на них. Продолжаем. Продолжаем. Айка, я выиграю у тебя, крошка, крошка, готовь денежки. В общем, мы спорим на 20 монат. Я не знаю, ты записалась или нет. Что можно купить на 20 монат? Можно, например, купить палетку теней, которая скоро у меня будет, на твои денежки. Готовься раскошелиться, крошечка. Ну, ничего, я тебе дам попользоваться своей палеткой, не переживай. Смотрите, какие крупные. Попросила маму сделать поменьше. Сделала, как всегда. Но ты должна не просто съесть больше меня, ты должна съесть все, чтобы выиграть. Точно. А там будет ничего. Сколько осталось? Я их ем как семечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять штучек всего лишь до палетки теней. Соус очень сильно горит во рту. Очень вкусный соус. Она найдет тысячу оговорок, лишь бы не есть. Я тебе сказала, что я не буду есть. Слышишь? Следи за базаром. Слышишь? Смотрите, даже есть вот такой вот наполовину. Это я откусила, потом я обнаружила, что камера не снимает. Тут он у меня из рук упал, как в кино. Блин, что мы сделали. Я все съем, Майка. Я уже впереди, да? Какой впереди? Считаем. Сколько у тебя? У меня шесть. Ты семь? Семь, семь, семь. Я впереди. Я выиграла. Я выиграла. Детка, я тебе говорила, ты мне не верила. Очень зря. Надо было сразу гнать мне свои денежки, детка. Она на меня давит. Техническое поражение. Добить это вот так вот. А я просто танцую. Ты морально давишь. Я просто веселюсь от того, что у меня скоро будет больше денежек, денежек. Вкусно, да? Я хочу немножко отдохнуть. Да. А я не буду отдыхать, я сейчас все выиграю. Когда ты последний раз кушала грузинские хинкали? Где? Наверное, это было осенью. Наверное, полгода назад. Мне кажется, в ресторанах они помельче бывают. Нет? Мне кажется, даже крупнее. Может, одно и то же. Я даже не помню. Это мне осталось буквально шесть штук. Я выиграла, честно. Кроме штуки, тоже осталось шесть. Тебя осталось семь. Семь. А я никогда, кстати, не ела. То есть, один раз ела в жизни, но в ресторане я никогда не ела их. Никогда не заказывала. Но сейчас понимаю, что очень зря, потому что они очень вкусные. Да. Пойдем с тобой в Эмиретте. Это грузинский ресторан. Там очень хорошая грузинская еда. И цены очень приемлемые. Я боюсь тебя. У тебя всего пять штук осталось. Бойся, детка, бойся. Я тебе срамла. Я тебе с самого начала сказала, что тебе надо бояться меня. Ты не боялась. Ела спокойно. Результат. Смотрите, какая красота. Пишите обязательно в комментариях, любите ли вы грузинские хинкали. И когда в последний раз вы их ели. Мне кажется, их нельзя не любить. Вообще, я была в Грузии. Там очень красиво. Я полюбила эту страну. Город Тбилиси и Батуми. Я никогда не была. Я хотела поехать с подругой. Прям вот. В мае. Вот так получилось, что мой отпуск как раз должен попадаться на мае. Потом я поменяла работу. И сейчас мой отпуск будет через полгода. После того, как я устроилась на работу. То есть, еще ждать полгода. Жалко, жалко. Это они холодные. Ребята, походу я зря выпендривалась. Наконец-то она успокоилась. Потому что я сама наелась. Ну, в любом случае, ты впереди меня. Но это не считается за победу. Потому что нужно съесть все. Это ты придумала в процессе. Всегда так сушит и сушит и все съела. Да разве мы никто больше съест. Три. Кто доест? Четыре, пять, шесть. А у меня всего четыре осталось. Короче, я по-любому. Вы-то понимаете, что для вас я победила. Главное это победа, а не деньги. Вы задавали много вопросов про нашу национальность. Мы по национальности. Я, например, лесгинка, а схватима азербайджанка. Но у меня бабушка татарка и моя прабабушка лесгинка. Так что мы с Айкой родственники. Почти лесгинка? Да. Ну как почти прабабушка всего лишь одна лесгинка. Моя бабушка татарка из Казани. Так что привет, Татарстан. А так вообще в основном я азербайджанка. Кстати, меня Татарстан смотрит. Напишите в комментариях, кто из Татарстана. Нам будет очень интересно. Следующий также очень актуальный вопрос. Где мы живем? Если она азербайджанка, то значит мы живем где? В городе Баку. Это столица Азербайджана. Также был вопрос, как мы познакомились. Об этом вам расскажет Асхватима. Познакомились мы в Ютубе. Я подписалась на ее канал. Мне он очень понравился. Оказывается, она тоже подписалась на мой. Писала мне комментарии. Мы друг другу писали комментарии. Я когда первый раз увидела ее видео, я подумала, это, наверное, какой-то супер известный профессиональный блогер. Мне реально очень понравилось. Это было видео про Алиэкспресс. Потом я увидела, что у нее мало подписчиков. Но это видео, кстати, очень быстро набрало много просмотров. А потом мы начали переписываться. Перешли на Инстаграм. Как-то обменялись номерами. И очень много общались. Потом встретились. Сняли совместные. Ты помнишь, где это было? Да, в Генжелик Молле. Мы пошли в Апиано. Поели пиццу. Там, по-моему, что-то еще. Я там, как всегда, заказала себе сразу три блюда. Мы купили одинаковые футболки в Нью-Йорке. Или прямо в этот же день. Мы поняли, что мы нашли друг друга. Родственные души. Да. И в этих футболках вы можете видеть у нас видео про Дуэнер Тес, где мы тестируем помады с сайта Алиэкспресс. Почему снимаем дома у Айки, а не у меня? Да, да, да. Я тоже слышала эти комментарии. Потому что так получается. Так получается, потому что в основном мы снимаем на Айкину камеру. А ей неудобно будет тащить эту камеру ко мне домой. Но скоро она тоже будет приходить ко мне. И мы уже будем у меня снимать видео. В ближайшее время. Это будет, наверное, с начала лета. Так что не скучайте. А так вообще свои видео я снимаю у себя дома. Для меня, если честно, без разницы. Она приходит ко мне. Я иду к ней. Самое главное то, что мы создаем контент, который вам нравится. А где мы снимаем, какая разница. А на этом все. Не забудьте поставить лайк этому видео, если вам понравилось. Не забудьте написать комментарии о том, какие еще видео мы можем снять для вас. Также обязательно подписывайтесь на наши инстаграммы. Канал Аскфатимы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok